МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно мы совершаем в среднем 18 тысяч шагов. Мы бываем обуты 16 часов в сутки, почти две трети всей жизни. Вот почему обувь является самым уникальным и полезным изобретением человечества. И если в древности люди плели из растений сандалии и шили сапоги из скуш животных, то сегодня обувное производство – одна из самых развитых отраслей в мире. Как делают обувь в Казахстане? Об этом расскажем в ближайшие пять минут. На этой казахстанской обувной фабрике работают 100 человек, которые в год выпускают 500 тысяч пар туфлей, ботинок, полуботинок и сапог. Вся продукция предприятия делится на три категории – повседневная мужская и женская обувь, обувь для представителей военно-силовых структур, а также рабочая защитная обувь. Путь обуви начинается с дизайна. Опираясь на мировые тенденции моды, анализ рынка и результаты продаж предыдущих коллекций, придумываются новые модели, которые будут востребованы на рынке. В лаборатории модельер задает стиль будущего изделия, разрабатывает и отрисовывает эскиз. По нему определяется характер колодки, сырьевых материалов и подошвы. Как только они будут подобраны и скомплектованы, изготавливается пробный образец. Он тестируется, в эскиз могут быть внесены корректировки и только после окончательного согласования и утверждения модель отправляется в серийное производство. С использованием пробного образца выполняется серийное размножение деталей. Другими словами, изготавливаются шаблоны на каждый размер. В производстве обуви используется натуральная кожа, экологически чистые материалы и комплектующие отечественного и импортного производства. Закройщик получает задание и после этого из кожи и ткани с помощью специальных резаков выкраивает верх будущей обуви, подкладку, а также промежуточные детали на каждую пару. Все раскроенные детали проверяются и передаются в швейный цех, где опытные мастера соединяют верх, подкладку и промежуточные элементы в одну единую заготовку, которая потом при помощи паровоздушной смеси увлажняется. Это делается для того, чтобы кожа стала эластичной и заготовку легче было затянуть на колодку. Специальное приспособление, придающее обуви пространственную форму. После затяжных операций выполняется сушка изделия в естественных условиях, то есть обувь, затянутую на колодке, оставляют на сутки сушиться. Затем ее снимают с колодки и при помощи специального клея приклеивают подошву и стельку. На последнем этапе изделие проходит через отдел контроля качества, где проверяется на наличие брака. Только после этого обувь упаковывается и отправляется на склад готовой продукции, а после – во все торговые точки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова